Профилактика семейно-бытового насилия, трудоустройство осужденных, социальная адаптация тех, кто недавно освободился, отбыв наказание. Эти проблемы сегодня обсуждали на заседании комиссии по профилактике правонарушений в Доме правительства. Одна из основных задач – сделать профилактику преступлений, связанных с семейно-бытовым насилием, максимально эффективной. За пять месяцев этого года количество преступлений, совершенных в быту, сократилось, но количество убийств по-прежнему не снижается. В шести районах республики отмечают их рост. Семейных дебоширов, которые к тому же злоупотребляют алкоголем, тоже стало больше. Всего на профилактических учетах в органах внутреннего дела республики на 1 июня состоит 5681 лицо различной категории. 1803 лица, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, представляющих опасность для окружающих. 502 больных алкоголизмом, 382 больных наркомании. Сотрудники полиции в рамках полномочий проводят стильноправленные комплексные профработы по своевременному выявлению постановки на учет и проведение работы с указанными лицами в целительном допущении со стороны их правонарушения преступлений. Тем не менее, необходимо усилить работу по выявлению постановки на учет тех, кто представляет опасность для окружающих, наладить адресную работу. Отметил заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики, руководитель администрации главы Чувашской республики, председатель комиссии Юрий Васильев. Администрациям районов необходимо напрямую работать со школами, медицинскими организациями, органами социальной защиты населения и своевременно реагировать на выявленные факты насилия в семье. Каждый субъект профилактики должен свою работу выполнять. Если к семье хотя бы один раз в неделю или один раз в две недели, или чередуя, один раз участковый приходит и спрашивает, все ли нормально, на следующей неделе приходит глава поселения, эта семья будет чувствовать, что за ними что делают? Наблюдают, с ними общаются, там другого не придумано никем. То есть люди должны понимать некую ответственность, и что за ними некие органы власти по разным направлениям, будь то образование, будь то правоохранительная структура или действующая муниципальная власть интересуется, у них все равно чуть-чуть тормоза будут их сдерживать. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика.